Здравствуйте, дорогие друзья, земляки! Я вчера приехал с Усть-Коксинского района, где участвовал в работе открытого заседания Усть-Коксинского ТУСТ-ТУРГ с приглашением представителей Республиканского ТУСТ-ТУРГ. Были представители Кашагацкого, Улаганского, Шабалинского, Усть-Канского районов и Горно-Алтайска. Рассматривались вопросы итогов работы местного ТУСТ-ТУРГ, вопросы проведения районного Куруртая Алтайского народа, струйки на прежнем месте, сгоревшую часовню под горой Белуха, ну и, конечно, вопрос о кластерах. Работа ТУСТ-ТУРГ района была оценена положительно. В работе этого ТУСТ-ТУРГ участвовали представители районной администрации в лице двух заместителей главы администрации района. В процессе обсуждения все участники высказались и проголосовали дружно против туристко-рекреационных кластеров Республики Алтай и в том числе кластера Белуха. Ну и, друзья, вы знаете, что сейчас около двух месяцев идет активное обсуждение этого вопроса кластеров, идет сбор подписей, попытки власти презентовать мастер-планы этих кластеров и также попытки общественников встретиться с главой Республики Алтай. Все они закончились безуспешно. Но и так продолжаться не может. Люди, с которыми я встречался, в тревожном ожидании и все ждут результатов. И в этой ситуации я решил обратиться с данным видеообращением и к населению Республики Алтай, и призвать обратиться к депутатам Республики Алтай, собрать подписи к депутатам Республики Алтай, чтобы на очередной сессии госсобрания наши депутаты выразили недоверие главе Республики Алтай за сложившееся в последнее время положение в Республике Алтай. Потому что мы видим, что все предвыборные обещания господина Харахордина не выполняются. Мы видим обвинения в СМИ, открытые, о его лечении от алкогольной зависимости, которые им никак не опровергаются. Мы видим, что предвыборные обещания по снижению тарифов на электроэнергию не выполняются. Республика заваливается мусором. Также идет отток населения. За прошедший год Республика Алтай покинула 11 054 человека. По показателям балов оригинального продукта, Республика Алтай на 74 месте. По данным статистики, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума это 24 процента превышает. Это 82 место. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2020 году в Республике Алтай снизился, тогда как в целом в Сибирском федеральном округе он вырос, а мы глубоко сельскохозяйственный регион. И в последнее время, несмотря на высказывания экоактивистов, сняты охранные зоны всех наших практически озер, которые славятся на весь мир. И паспорта аннулированы этих озер. И более того, Министерство туризма пытается этому препятствовать, подавая апелляционные жалобы на решение суда по восстановлению статуса этих озер. Эти факты нами интерпретируются так, что наше правительство хочет снять экологическую защиту с самых красивых мест Горного Алтая. Министр туризма Поварова высказывается о части нашего населения, как о людях с низким интеллектом. Это ее публичное оскорбление народа Республики Алтай никак не комментируется ее начальником, главой Республики Харахординым. И никаких извинений в СМИ не поступало. Мы, жители Республики Алтай, считаем, что так продолжаться не может. Что внедрение этих кластеров поменяет всю административную структуру нашей Республики и приведет к матчевным результатам. Мы считаем, что все действия главы региона в последнее время исходят из интересов крупных финансово-промышленных группировок, а не жителей Республики Алтай. Мы видим, что кадровая политика главы Харахордина идет в разрез с кадровым потенциалом Республики Алтай, где он не учитывает местные кадры. Мы также видим, что Олег Леонидович своими действиями, публикациями в СМИ дает повод усомниться в его способности руководить нашим регионом чисто по физическим своим данным. И мы теперь требуем от депутатского корпуса Республики Алтай выразить недоверие главе Республики Алтай Харахордину Олегу Леонидовичу. Если наше данное обращение будет проигнорировано депутатами, мы оставляем за собой право уже взяться за процесс отзыва наших депутатов, как игнорирующих интересы своих избирателей, а именно народа Республики Алтай. Мы бланки сбора подписей отправим нашим активистам по социальным сетям. Вот такое, друзья, вынужденное обращение к вам. Надеюсь быть понятым вами. И спасибо за внимание.